Похоже, этот заказ в одном из заведений сети фастфуда удивил немало людей. Полсотни гамбургеров купила жительница Подмосковья. Но не спешите удивляться метаболизму девушки. Все это не на ужин, а в поддержку своей позиции. 50 бургеров активистка сожгла на мангале, чтобы напомнить, как вредна эта продукция. Усмотрели в таких действиях и протест против бодипозитива, то есть принятия тела со всеми его недостатками. Наши журналисты выяснили, к модному тренду большинство химчан питают не самые теплые чувства. Ну, определенно надо работать над собой, конечно же. Потому что принимать таким, как есть. Некоторые себя принимают очень страшными и очень не некрасивыми, но нельзя. Надо работать. То, что сейчас ходят мужики пузатые, смотреть точно. То, что женщина ходит, извините, поперек себя шире, это мерзко. Значит, надо себя держать в норме. Надо не жрать, а есть. Идти в ногу со временем должен. А это как? Ну, как? Совершенствоваться. Если ему нравится быть полненьким, то, пожалуйста. Если хочет себя совершенствовать, то пусть, пожалуйста. В общем, все зависит от желания человека. А навязывать никому не нужно. Ваше личное решение? Я бы хотела совершенствовать свое тело. Я считаю, что каждый должен сам себе каким быть, таким и быть. Причем здесь ваше совершенствование. Своё тело всегда надо совершенствовать. Поэтому я за то, что надо развиваться постоянно во всем. И тело, и мозги. Человек должен совершенствоваться, потому что, чтобы быть здоровым, участвовать в разных общественных мероприятиях. Вот мы, допустим, ходим на хор, выступаем, песни сочиняем. Понимаете? Вот пожилой возраст. Мы все как-то организованы, отдыхаем хорошо. Занимаемся гимнастикой. Заниматься зарядкой. Ну, спортом, я не знаю, всем-то это не подходит. Ну, надо заниматься. Я продолжаю отжиматься от пола, растяжки делать, мостики уже не могу, но все равно это нужно. Просто, когда без зарядки, чувствуешь уже дискомфорт. Уже движение как-то скованное, неправильное. А разминочку сделаешь – получше.